Приветствую вас, интернациональная аудитория! Приветствую вас, мастера для мастеров, которые работают на износ, которые обрабатывают 2,5 куба камня за 8 часов. Я проработал много лет с молотком, и я знаю, что когда вы работаете с молотком, обязательно мазели натираются, даже если у меня руки набитые. Я не говорю о тех мастерах, у которых кожа толстая, у которых кожа верблюжья, которые могут вести, и руки полдня держать, и у них ничего не будет. Есть и такие. Я говорю о нормальных руках. Если я целый день машу и держу хорошо молоток, у меня, смотрите, обязательно вот здесь мозоль появляется, вот здесь, и обязательно отбивает, когда ты обрабатываешь, не один, так сказать, куб, а два, два с половиной куба камня. Постоянно вот эти кости отбиваются. И для того, чтобы предохранять этот удар, я сделал себе такой ремешок. Он как раз под руку. Когда рука потеет, он мягкий становится. И вот я просто беру и одеваю рукавицу, и я могу свободно работать. У меня как бы создалась такая прослойка, и все, я работаю, я уже не чувствую этого боль, когда кости разбиваются. Мазолей, все это. Сейчас у меня, конечно, бригада, ребята, все они делают. Но, когда я именно обработкой занимался, вот такие ремешки очень удобные. Связал его просто. Вот сюда степлером, раз, склепал, и все, у вас готовый ремешок. Ремешок очень простенький. Можно любой кусок кожи взять тонкой, из боксерской рукавицы, или из ботинка, вот здесь такие язычки, можно оттуда взять. Или, может, у вас там магазин кожаный. Взяли самую тонкую кожу, которая подходит вам. Ну, я его храню, потому что, если вдруг моя бригада рассыпется, если у меня не станет столько работы, мне придется самому закатывать рукава и готовить этот камень. Я левша, у меня основная нагрузка на левую руку, правая как бы вспомогательная. Допустим, если я обрабатываю камень, то я беру и обрабатываю. Вот, в основном, ведущая левая рука. Или, допустим, бью левой, потом правой. Потом левая, обратно, потом правой. То есть, меняюсь. В основном, у меня левая рука ведущая, поэтому я сделал именно вот такой. Если я обрабатываю без фальша, если я обрабатываю 8 часов, и не пытаюсь схитрить, слукавить, конечно, мне обязательно нужен такой ремешок, потому что без ремешка у меня однозначно мазалии по-новому натираются. Однозначно, здесь натираются, здесь он такой становится грубый, толстый. Сейчас, может, кто-то там начнет возмущаться, скажет, ой, да мне не надо, я не говорю именно о вас, я говорю о себе, в первую очередь. И о тех ребятах, которые с нормальной кожей. Вы приходите с моими ребятами поработать, и мы посмотрим, какие вы. Потому что иногда бывает, что люди 25 лет работают где-то там, а когда появляются здесь, они даже не в теме, как этот камень кладется, обрабатывается. Я уже не говорю о том, как эти руки отбиваются. Я приведу еще один пример. Вот у меня тут один парень был, смотришь, мы работаем 7, а уже 25 минут, а он до сих пор мотается бинтами. Там мотает, здесь мотает. Я говорю, слышишь, 25 минут, ты уже должен 20 камней обработать. Ты пришел на работу, не мотаться, а работать. Естественно, я быстро вот-вот, смотрите, секундное дело, накинул, накинул, рукавицу надел, я готов брать и работать. Уже мне никто не скажет, почему ты не работаешь 25 минут. У меня уже куча камней, уже что-то есть. Да, можно вместо кожи обмотать кусок тряпки, бинта, эластичный бинт, но здесь вы теряете время. Если вы переживаете за свою работу, тогда вам проще всего сделать такой ремешок. Его на очень долго хватит, он у вас никогда не сотрется. И вообще я вам скажу, что мотать эластичными бинтами, это не есть хорошо. Потому что если вы работаете мастером, и постоянно перебинтовываете, то вам лучше валить с этой работой, и не связываться больше. Потому что рано или поздно вы не сможете даже согнуть руку. Я вот стараюсь не пользоваться бинтами, не пользоваться ремнями, такими вот специально для спины. Я стараюсь делать так, чтобы у меня спина постоянно работала, чтобы у меня руки постоянно работали. И если вы начинаете бинтовать, то мышцы расслабляются, мышцы уже не работают. Вот эта часть, она работает за счет других мышц. У вас эта проблема будет постоянно. Бывало так, когда я обрабатывал камень, по полгода что-то, когда кость, допустим, ломила, болела, я не пытался обмотать, потому что я знаю, как только я перемотаю это все на всю жизнь. И она постепенно, постепенно, все это проходит. Вы постепенно ее разрабатываете, эту другую мысцу. Подвожу вас, мастера, к той мысли, с которой вы можете зарабатывать. Возможно, вам и пригодится эта информация, скажем, поясок. То есть, что вам лучше подходит. Вот на что нужно смотреть, искать зону комфорта. Лука говорит, что мы работаем с камнем, у нас даже отпечатки не смогли взять. У меня отпечатки не смогли взять, мне пришлось идти к доктору, и потом он сделал там расписку, что я работаю с камнями, и стертые отпечатки. Какой рукой обрабатываешь? Вот, вот, уже не видите, у него совсем другая кожа, у него прямо мозоли, вот, ему такой ремушок, как бы, и необходим. Все, мастера, стройте из камня, состоятельные люди, построите каменный город, построите замок, и ваше имя останется на всю жизнь в этом городе. Все, стройте из камня. Субтитры создавал DimaTorzok